Крупный план. В первой половине программы мы с вами посмотрим вообще на рынок недвижимости с точки зрения как раз ипотеки или найма, разберем тенденции и на сегодняшний момент взглянем критически, насколько сейчас выгодно покупать жилье для себя с помощью ипотеки или если тебе нужно срочно съехать от мамы, ты завел семью и жилье нужно прямо сейчас, может быть, стоит с ипотекой подождать все-таки и взять жилье в найм. Насколько я понимаю, сейчас достаточно большое предложение как раз по найму и цены не очень высокие, но вы меня поправите, мы точно разберем. А во второй части мы с вами поговорим пристально, обратим внимание на ипотеку как раз, потому что мы видим, как серьезно очень меняется рынок недвижимости, это связано в том числе и с теми законами, которые приняты на федеральном уровне, весь строительный рынок сейчас находится в состоянии, я бы так сказала. Стагнации, наверное, больше сегодня. С одной стороны стагнации несколько лет, а с другой стороны я вижу, как меняют свою стратегию строительные компании и по качеству вводимого жилья, и по ставкам, и по ценам, и по дополнительным предложениям. И особое внимание сейчас уделяют покупатели, насколько мне известно, из наших эфиров на инфраструктуру, в каком виде сдают это жилье и внутри, и снаружи. Итак, у нас очень практический эфир, все, кто сейчас думает о приобретении нового жилья или просто о переезде в другую квартиру, и может быть даже все еще думает о приобретении жилья в инвестиционных целях, что было популярно на протяжении последних нескольких десятилетий, вкладывали деньги в недвижимость. Ну, 2014 год поправил очень, да, сильно поправил ситуацию на рынке, поэтому сейчас немножко тенденции другие. Думаю, что мы затронем тоже эту тему. Обязательно, сейчас мы это и обозначим. Итак, давайте мы поговорим об ипотеке. Что сейчас она из себя представляет, насколько велики ставки и как они изменились за последнее время? Вообще, что в первую очередь хочется сказать, что действительно осталось с прошлого, еще как раз 10 лет назад, ипотека только появилась в России, и, собственно, те люди, которые воспользовались впервые ипотечным кредитом 10 лет назад, сегодня ее очень боятся. На самом деле, сегодня развею несколько мифов. Первый из того, что ипотека в семье может быть одна. На сегодняшний день по законам Российской Федерации у одной ячейки общества может быть три ипотечных кредита. Объясню, почему три ипотечных кредита, то есть это, как правило, бывает средняя возрастная ячейка общества, которая берет себе, детям и плюсам старшему поколению. Если платежеспособность позволяет, то три ипотеки это вполне нормально, в том числе одну из ипотечных квартир можно сдавать в аренду либо в найм, о чем мы и говорим, в виде инвестиций на будущее. Ставки сегодня по ипотеке, наверное, первый раз за 10 лет такие низкие. Такие низкие, что это значит? То есть вы сегодня, фактически покупая жилье в ипотеку, можете окупать квартиру, сдавая ее в найм. То есть платеж по ипотеке равен сумме аренды жилья. Давайте цифры назовем. Давайте цифры. То есть средний ипотечный кредит. На сегодняшний день он выведен, то есть не мной, это средний ипотечный кредит 1 миллион рублей. То есть если у семьи есть накопленный первоначальный взнос в размере 200-300 тысяч рублей, то 1 миллион рублей, взятый в ипотеку, равен примерно платежу 10 тысяч рублей. То есть однокомнатную. В месяц. В месяц, да. То есть это средний кредит на 10-15 лет рассчитывается, даже без особых условий молодая семья и так далее. То есть 10 тысяч рублей в месяц. Фактически эту однокомнатную квартиру вы можете сдавать за 10 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные услуги. Соответственно, ипотечный кредит служит неким инвестиционным даже, я бы сказала, вложением на будущее в связи с тем, что ставки первый раз за 10 лет такие низкие. Какие низкие? Низкие ставки. Начнем с того, что самая низкая ставка сегодня вообще до 7%. Льготная ставка кредитований. Это новостройки и специальные условия от застройщиков 7-4%. Среднестатистическая ставка все-таки сохраняется на уровне 9,5-10%. То есть в пределах 10% любая семья без льгот, без условий молодая семья, зарплатных проектов и так далее может себе позволить. Следующий миф, который хочется, наверное, развеять, что молодая семья – это люди до 30 лет. На самом деле это не так. Всегда, когда я преподаю либо своим коллегам, либо где-то на форумах, объясняю, что молодая семья – это когда ей 34, ему 89. В возрасте до 35 лет один из супругов – это уже молодая семья, даже не имеющая, по сути дела, маленького ребенка. Банки с удовольствием это поддерживают, идут на это. То есть до 35 лет мы являемся молодой семьей. Либо наоборот. Один из супругов до 35 лет. Один, внимание, один из супругов. То есть не два супруга до 35 лет. Вот на примере, почему я рассказываю, ему 89 и 34 – это тоже молодая семья и попадает уже в минус 0,5 на ставку ипотечного кредитования. Когда мы это рассчитываем на калькуляторе, это, конечно, сумма… Ну, на платеж отображается 500 рублей. Вот чтобы понимали, да, средний ипотечный там размер – 10 тысяч рублей. То есть если вы попадаете под акцию «Молодая семья», вот 9,5, а не 10. Уже приятно. Да, да, совершенно верно. Итак, судя по всему, адекватность условий программы ипотечного кредитования вот за 10 лет вот сейчас, наверное… Пиковая. Я бы сказала, что действительно сегодня пиковая стадия, когда действительно рынок диктует условия для покупателей и, к сожалению, не для продавцов. То есть у нас сегодня спрос очень низкий, предложений очень много. Соответственно, покупатель вправе, во-первых, выбрать более качественное жилье, он может себе позволить. Я на примере себя могу сказать, что когда я пришла в рынок недвижимости, это было 2010-е, начало 2011-го года. Собственно, тогда вот были примерно такие же цены. То есть это после кризиса 2008-го только-только рынок начал чуть-чуть оживать. Конечно, очень пострадали в конце 2014-го. Конечно, очень цены были велики в 2012-м, 2013-м году. Кто вкладывался в те годы и сегодня проиграли, как инвесторы. Почему вот и следующая тема наша с вами обязательно подробно раскроем. Почему сегодня такая некая боязнь рынка недвижимости все-таки существует. Если говорить о тех семьях, о которых мы там чуть позже, это кому срочно от мамы с папой съехать нужно, да, то, конечно, нужно бегом бежать в банк. Банки сегодня ипотеку одобряют в течение двух-трех дней. Для этого самое основное, что нужен минимальный пакет документов. И банки что еще делают, внимание, да. Сегодня доходы семей среднестатистические не очень велики. И как мы знаем, что не все официально могут показать полностью свой доход. И действительно есть некое опасение прийти в банк и получить отказ. Когда люди один раз, допустим, пять лет назад получили отказ, они считают, что ипотечный кредит им взять невозможно. Так вот сегодня есть такая история, как мы идем, обращаемся в любую, так скажем, организацию, которая предоставляет ипотечный заим. Так вот есть такое понятие, как мораторный отказ. В любом банке практически, да, он сохраняется в течение 60 дней. Бывает периода 90 достигает. Фактически, фактически, человек может обратиться 8 раз в банк и только на 9-й получить одобрение. Такого на практике практически не бывает, да, но фактически, если кредитная не испорчена, то первый отказ совершенно ничего не значит. То есть человеческий фактор никто не отменяет, и кредитный специалист может допустить ошибку, либо поданы недолжным образом могут быть документы, либо не вовремя человек отвечает на звонок андерайдера, либо службу безопасности и получает отказ. Так вот, любой отказ сегодня не является окончательным и безусловным, и человек может, гражданин, повторить это через 60-90 дней. С учетом того, что банков много, мы можем, собственно, подавать. Единственное, что но, всем, кто нас сегодня слушает, хочется отметить и сказать, одновременная подача заявок снижает возможность получения ипотеки. Это когда одновременно в разные банки сразу подают. Многие думают, что... А они проверяют друг друга, да? Объясню. Значит, объясню следующим образом. Сегодня любое одобрение по ипотеке, кредиту, рассчитывается как ваша платежеспособность. Фактически, если вы одобрились в одном из банков, в другой подаете заявку, то ваша платежеспособность будет учитываться с учетом одобренного кредита. То есть она падает неизбежно. Она падает. И, соответственно, получить одобрение во втором банке уже шансы уменьшаются как минимум в два раза. Поэтому перед тем, как подавать заявку, то есть мы рекомендуем, ну, соответственно, либо обратиться к специалистам, которые могут помочь вам разобраться в ставке, которая вам подойдет, потому что категории граждан разные, то есть есть железнодорожники, которые обслуживаются в одном банке, есть зарплатные проекты заводов и бюджетных организаций, которые в других банках обслуживаются. То есть, соответственно, специалист рассчитает вам наиболее низкую ставку, в какой организации получить. Всегда нужно исходить из сравнительных характеристик и выбирать более выгодные и удобные условия для того, чтобы получить ипотеку. Ну вот уже буквально там за 10 минут вы, Елена, выдали мне столько новой информации для меня, а я здесь каждый день получаю огромное количество информации, что я понимаю, что, конечно, самому человеку входить в эту историю нужно долго, внимательно и аккуратно изучать этот материал. Очень аккуратно. И самое интересное, что мы получаем, наверное, на протяжении там многих... Вот вообще я вам скажу, что кто знаком с моей компанией, то есть на сегодняшний день, я так не побоюсь этого сказать, мы очень мало вкладываем денег в рекламу и действительно работаем на рекомендациях. Я всегда говорю, что нас нужно попробовать один раз, чтобы понять, что это там... Вот буквально вчера были клиенты, 7 лет назад, одни из самых первых, которые до сих пор помнят, как это было и что важно было, да. То есть мы буквально переведем на русский язык любой кредитный договор. И что немало важно, что скажу, наверное, тоже в прямом эфире, эфире не побоюсь, многие берут ипотеку, вот, знаете, задача главная – одобрить, главное – купить. На самом деле это не главное. Главное – как гасить, как удобно гасить, как пользоваться этим кредитом, и после того, как мы погасили кредит, как вернуть залог, то есть эту же квартиру, которую вы закладываете в банк приобретаемую, как вернуть ее обратно, и как спокойно вы ей можете распоряжаться. Самое интересное, чего еще боятся, что залоговая квартира не может быть продана. Вот сегодня условия ипотеки настолько действительно интересные, что вы можете залоговым объектом, во-первых, распоряжаться как обычной квартирой, которой вы владеете, значит, менять, делать смену залога, то есть, например, мы сегодня купили однокомнатную квартиру, после этого ребенок родился, либо два ребенка родился, появился материнский капитал, мы можем сделать смену залога на другой объект без гашения этого кредита, всего лишь найдя покупателя, то есть этого же банка, в котором вы обслуживаетесь. И для этого действительно, ну, чуть больше времени, чем просто, допустим, продавцу-покупателю нужно, но это возможно, то есть это нет такого, что я беру ипотеку на 20 лет, и 20 лет я проживаю в этом жилье. То есть, как бы, вы можете ее менять. Для тех, кто долго, ну, планирует проживать в жилье, всегда прошу обратить внимание на то, что у нас рынок меняется, ну, наверное, так скажем, со скоростью, так же, как и все технологии и так далее. Так вот, еще, наверное, пять лет назад я как раз говорила, что комнаты-то будут не очень актуальны. И, опять же, в рамках, наверное, такого УТП скажу, что комнаты, полный габарит, и все дома, которые, допустим, до 60-х годов постройки, и комнаты, именно статус комнаты, фактически сегодня не востребованы. Не востребованы в связи с тем, что законы поменялись таким образом, что сегодня, чтобы продать комнату, нужно потратить гораздо больше денег, чем она стоит. То есть это заплатить компании, которая это будет вести, это уведомить соседей, провести нотариальную сделку, заплатить государственные пошлины и, собственно, остаться, по сути, ни с чем. Да, вот такая история. Да, рынок серьезно меняется. Чтобы в нем разбираться, нужно буквально каждый день держать руку на пульсе. А если ты не занимаешься предметом рынка, недвижимость, это не твоя профессиональная деятельность, то, по моему собственному опыту, сделать это практически невозможно. Поэтому мы видим до сих пор сохраняющуюся проблему обманутых дольщиков, которая очень серьезная, и благодаря которой такие серьезные изменения на строительном рынке произошли за этот год. А мы разбираемся во всех этих нюансах со специалистом компании «Горизонт Профи», с руководителем этой компании, Еленой Князевой. Продолжаем разговор. Когда вы рассказываете о том, что законодательство вот так изменилось, и возможностей стало так много, у меня, как у человека, возможно, который представляет себя на месте потребителя, начинает возникать скептическая такая реакция, что, ну, что-то здесь не так, что-то здесь не так, уж больно хорошо все. И квартиру-то можно свою расширять, перепродавая в том же самом банке, и ипотеку можно брать по разным ставкам, и три ипотеки можно взять за раз. В семье, да, конечно. На семью, если ты рассчитываешь свои доходы верно, со специалистом. Как-то уж больно все хорошо. Почему вдруг произошел такой рывок, возвращаясь вот к анализу рынка, почему вдруг такой произошел рывок в законодательстве, почему в первую очередь свою политику банки изменили, раз они идут на такие, да, вот льготные истории, интересные новые продукты. Почему в это во все ввязываются строительные компании, да, потому что они же непосредственно участники этого процесса. Это просто какая-то современная тенденция, мы идем по общему пути цивилизованного мира, или так сказался действительно кризис, даже два кризиса последовательных, 2008 и 2014 года, когда строительный рынок сначала очень сильно обрушился, потом стал стагнировать, и из-за этой стагнации до сих пор не вышел. Значит, что касается строительных организаций, тут немножко, наверное, это отдельная тема разговора, о ней могу более подробно расширенно сказать. Проблемы обманутых дочеков на самом деле действительно сегодня существуют, но по моему мнению, вот я являюсь там участником советов различных, да, и в Минстрое в том числе, и, так скажем, различных совещаний, так вот я скажу так, что они все решаемы, просто действительно чем больше законов, тем больше они перекликаются, и, как правило, перекликаются друг с другом в противоположную сторону. Противоречат друг другу. То есть противоречат абсолютно друг другу, поэтому всегда нужно изыскивать, по сути дела, тот закон, по которому вы идете и двигаетесь дальше. Что касается обманутых дочеков, рекомендация вот такая прямо сегодняшнего дня ни в коем случае не растрагает договора долевого участия. Кто бы из юристов, риэлторов, любых специалистов рынка недвижимости не советовал расторгнуть договор и получить деньги, это невозможно. В рамках сводных делопроизводств вы просто будете с бумажкой, которую можно повесить в рамочку, и, собственно, с ней остаться на 20 лет. Это то же самое, когда юристы говорят, взыскать можно, по сути дела, в натуре деньги получить в два раза сложнее. То есть фактически там 1 миллион рублей, по 500 рублей в месяц, если вы готовы в течение 50 лет получать, ради бога. То есть первое, что обманутым дочкам не растрагает договор долевого участия ни в коем случае. Если компания является еще не банкротом, то дать пусть один кирпич в день, но непосредственно работать с компанией. Потому что банкротство, ну, к сожалению, давайте я на примере нескольких домов скажу. То есть компания банкротится, просто пример, да? То есть компания банкротится, допустим, 2-3 года. Это появляются антикризисные, это растрагаются договора, которые не оплачены долевого участия, появляются какие-то новые виды, так скажем, да, программ различных, то есть правительственных и так далее, и так далее. Но самое интересное, законы уходят. И через 3 года, когда фактически дольщик жаждет получить это жилье, дом невозможно ввести в эксплуатацию по одной простой причине, что уходят снипы. Снипы — это строительная, по сути, норма, то есть размер трубы, труба становится не железной, пластиковой, это вот из мелочей таких, да? То есть размер диаметра меняется, меняется требования пожарных, санитарных норм и так далее, и так далее, и так далее. И фактически становится это утопичным. И вот тут звучит такое некое решение, как джентльменское соглашение, то есть это уже правительство идет на это, либо не идет. То есть фактически по закону этот дом не может быть сдан, вообще не может в будущем. Мы-то знаем, особенно я, про эту историю, поскольку на собственной шкуре ее испытала. Но я теперь уже понимаю, что мы с Еленой встретимся в рамках их последующих программ, потому что проблема обманутых дочек в Кировской области достаточно остро стоит. Мы ее разбираем, и я знаю, к кому я обращусь, как к специалисту и приглашу на эту программу. Я скажу, что сегодня, пока не буду озвучивать, но действительно я проводила аудит нескольких застройщиков в полном объеме. И скажу, что на самом-то деле ошибки управления. Не всегда компании, как мы слышим и видим, от Следственного комитета, от правительства, не всегда компании выводят деньги. Бывают колоссальные ошибки управления компанией. То есть те компании, которые у нас сегодня являются застройщиками, как правило, ну это, давайте так, имеют СРО, и по сути дела не всегда являются с высшим строительным образованием. А самое страшное, что нет хороших финансистов и экономистов, которые просчитывают экономику дома. Как всегда, человеческий фактор. Человеческий фактор и компетенция. Возвращаемся к нашей теме. Напоминаю, что мы сегодня говорим о покупке жилья в ипотеку или найм, если вам необходимо переехать от мамы, как мы уже сказали, консультируемся с Еленой Князевой, руководителем компании Горизонт Профи. Итак, мой вопрос был до того, как нас с вами долевое строительство увело в сторону. Я озвучила вот свое скептическое замечание, от чего уже сложились такие привлекательные, на первый взгляд, условия по ипотеке. Что тут главным фактором явилось? Я думаю, главным фактором все-таки даже мировая тенденция. Давайте возьмем рынок Европы, элементарно, где ипотечные ставки колеблются от полутора до трех процентов. Это нормально. То есть человеческие условия, которым по, так скажем, рекомендации нашего президента мы двигаемся. Это первый момент. Второй момент. То есть ипотека сегодня действительно после 2014 года была 17-18 процентов. И это неподъемные ставки для обычного рынка потребителей. Просто неподъемные. То есть все-таки у семьи должна быть квартира. И если мы говорим, что постсоветский период, когда выделялось жилье, приватизация была и так далее, и так далее, то есть, к сожалению, он там, либо к счастью, он закончился, и фактически семья не может обладать своим жильем. Я считаю, что это многолетние, многолетние труды просто, привели нас к понижению ставок. Но не стоит рассчитывать, что ставки сохранятся так низко очень долго. Как только спрос начнет расти, мы увидим с вами все, что рост ставок будет, безусловно, ну, безусловно пойдет вверх. Давайте так. Здесь есть некоторое противоречие, потому что вы говорите, президент нас ориентирует на западный опыт, полтора-два процента. А вы сомневаетесь в этом и говорите, что как только зашевелится снова рынок, то ставки все-таки... Спрос, я думаю, что банки поднимут. Давайте возьмем, ну, элементарно сравню это с бензином. То же самое, да, то есть нефть у нас падает, бензин растет, нефть растет, бензин все равно растет. Вот примерно такая история, то есть банки все-таки это коммерческие организации, которые ставки изменяют по своему усмотрению. Конечно, они мониторятся, конечно, они контролируются, но еще раз говорю, что не стоит ждать понижения ставок совсем, что обрушится до 3%, и мы будем жить замечательно и хорошо. Вообще, мое субъективное мнение, вот выскажусь, да, что ставки ниже 6 не опустятся, ну, еще долгий период. Долгий период, а те ставки, которые сегодня есть, то есть мы знаем, что осенью будет небольшое повышение по ставкам, да, ипотечным, но, как правило, осенью-то у нас спрос, повышение спроса, и это, конечно, отобразится. Поэтому, если у кого-то есть, вот еще момент, да, то есть когда мы заводим заявку, то есть тоже четко нужно понимать и изучать, банк будет сохранять ставку на заведение заявки либо на выдаче кредита, потому что с момента заведения заявки до выдачи кредита, как правило, цикл сделки 60-90 дней, и за эти дни, бывает, ставки взлетают. Меняются. То есть и меняются. Так вот, что вы будете подписывать в кредитном договоре, это нужно уточнять у кредитного специалиста в самом начале. Какова будет ваша ставка на выход на сделку? Так, и у нас останется время для того, чтобы мы про кредитных специалистов поговорили, и вообще, кто это все разжует, за руку возьмет и поведет, и как долго будет вести. Но мы обещали нашим слушателям сказать, что все-таки, что у нас происходит еще с наймом жилья. Вот если ты особенно молодой человек, молодая семья, может быть, просто пара, или просто молодой человек, который желает, девушка, съехать от родителей как можно скорее. В этот момент мы еще по традиции не задумываемся о том, чтобы купить себе жилье, потому что еще нет детей, ты еще не знаешь, где ты будешь жить. Стоит задуман. Что сейчас с рынком наемного жилья, сдачей жилья и найма? Имеет ли смысл в эту сторону посмотреть на какой-то период времени? Насколько это сравнимо с реальной ипотекой? Значит, отвечу так. Нет ничего более постоянного, как временное, да, и когда люди заезжают в найм, действительно в найм, то, как правило, это проходит 2-3 года для того, чтобы молодой человек либо молодая девушка осознали, что в этой квартире изменять он ничего не может, вкладывать в это жилье он ничего не может, то есть ты имеешь в виду ремонтировать, элементарно, да, обустраивать быт и какие-то изменения вносить. И платит в этот момент ту ставку, которую владелец квартиры платит банк. Да, то есть ту самую сумму он платит за съемное жилье. По сути, тете либо дяде в карман. Если, то есть, вот я рекомендую так, если не одобрили ипотечный кредит, нужно разобраться, почему не одобрили и стараться получить. Пусть на это уйдет там два месяца, этот же мораторный отказ, но, как правило, один из банков, одна из кредитных учреждений, в любом случае, эта организация выдаст ипотечный кредит. Как правило, если человек начинает разбираться, бывают элементарные вещи, вот на что обратить внимание. Это когда ваша карта зарплатная по каким-то причинам выпущена неправильно, где указана дата рождения неверно. Ваш доход не подтвержден на работе по каким-то причинам. Второй момент. Не взяли трубку, но, как правило, на заведении заявки тот же кредитный эксперт вам может обозначить условия, что нужно двое суток быть у телефона. При этом сегодня звонки от службы безопасности могут поступать в различное время, начиная с 7 утра до 22-х. Самое страшное, когда привожу в пример, когда спрашивают день рождения вашей тёщи в 10 вечера, когда вы с бутылкой кефира гуляете по квартире. То есть вот есть рядовые вопросы, которые стоит изучить, обратиться либо к специалистам, либо интернет нам в помощь, собственно, изучить и посмотреть. Двое суток это, в принципе, ну уж не такая судьбоносная дата по сравнению с покупкой жилья. То есть это первое. Откуда знать такие тонкости? Вот я вас слушаю, Елена, поражаюсь просто. Два дня у телефона. Откуда знать, кто тебе об этом расскажет? Ну, на самом деле, сейчас я говорю, что всё вперёд, сервисы вперёд, поэтому я думаю, что любой специалист качественный. Вот в пример всегда привожу тоже. Из 5 тысяч юристов бывает там всего 10 человек, которые знают свою структуру, да? Точно так же у нас на рынке. Из 5 тысяч специалистов, как правило, единицы. Вот я желаю всем слушателям, наверное, попадаться в руки специалистам, которые специалисты большого дела, и, ну, я не знаю, качество, смотреть за сервисом, за качеством. От этого зависит многое. И постобслуживание, обслуживание, и сам кредит, и так далее. И потом досрочное огошение, там, на чём сэкономить, рассказать. Можно бесконечно, я думаю, что сейчас мы с вами тут не уложимся. Вот. Что касается найма, конечно, нет. Нет, не потому, что я сейчас как-то хочу тех людей, которые сдают квартиры в аренду, обидеть. Просто если думать о будущем, то, конечно, нет. Фактически, сегодня эти 10 тысяч рублей, либо 12, либо 15, уже через 5 лет, как правило, ничего не значит. То есть, инфляция даёт в себе знать, и эти деньги уже незначительны там для потребителей. Что говорится по практике сегодняшней, стоит, вот, я пожелаю тоже слушателям обратить внимание на свои, вот прям домой сегодня прийти, открыть кредитный договор, и если ставка по вашему ипотечному кредиту выше 12%, бежать, бегом в банк для подачи на рефинансирование ипотечной ставки. Вот многие не задумываются, когда мы платим там 20 тысяч рублей, да, и не смотрим в документы, платим мы 3 года, лежит он у нас в шкафчике, автоплатёж настроен, всё замечательно. Так вот, прямо сегодня откройте свой кредитный договор и посмотрите ставку, потому что деньги нужно уметь считать в любой период. А что может случиться, если у меня однажды зафиксирована ставка в 12%, что я могу с ней сделать? Вы можете её понизить до 9,5%, сократить ваш платёж. На законных основаниях? На законных основаниях, абсолютно. То есть, самое главное, соблюсти условия некоторые, то есть, сумма остатка у нас, самая низкая, если не ошибаюсь, мне коллеги, помогут не менее 300 тысяч рублей, собственно, сумма остатка, если выше, а, как правило, она выше, да, бывает, собственно, вы можете обратиться в кредитную организацию либо к нам в компанию, мы поможем просчитать вам ставки, то есть, ниже. Рефинансирование, я вам говорю, среднюю, 9,5%, можно 8,9% получить ставку, тогда ваш платёж значительно уменьшится. Как раз, вот буквально не так давно на лидерах вятки по нашей программе рассказывала о том, как обычная семья путём рефинансирования может свой бюджет по расходам сократить на 20-30 тысяч, это значительная сумма. То есть, мы брали Кировстат, данные Кировстата, по ним, то есть, сделали калькуляцию. А там ведь, наверное, ещё, если рождается ребёнок, второй ребёнок, конечно, то есть, материнский капитал можно туда вложить, можно сделать непосредственно, опять же, различные муниципальные программы по многодетным семьям и так далее, то есть, нагашение ипотечного кредита тоже идут. Очень узкая тема, очень специфическая, я бы вам сказала, конечно, рядовой сотрудник вам на такие тонкости и такие тонкие вопросы не сможет ответить. Да, у нас остаётся буквально две минуты, я вас заслушалась, вы меня предупреждали. Да, я предупреждалась. Это просто очень интересно, столько интересных фактов и хочется покопаться во всех тонкостях, но мы должны сказать обязательно, где находитесь вы, где находятся специалисты вашей компании Горизонт Профи, потому что, мне кажется, что это показательно, что офис компании находится там же, в том же здании, где находится офис самого крупного банка Российской Федерации, на Воровского. Воровского 37. 37, где находится офис Сбербанка, у вас там на третьем этаже офис, по-моему, порядка, скольки сотрудников? У нас на сегодняшний день 35 человек. 35 человек. 35 человек. И даже целый шоу-рум у вас там есть, целая квартира, по которой можно походить и прям пожить с ней. Посмотреть, потрогать и посмотреть, что такое сегодня ремонт от застройщика. Рынок поменялся, если мы раньше увидели черновые отделки и так далее, то сегодня это действительно качественный ремонт от застройщика, кто не верит и не понимает. И дальше мы с вами еще на третий часа будем. Еще на третий часа. Потому что предложения абсолютно разные. И уж раз ты покупаешь квартиру в ипотеку, а если три, как вы уже сказали, то хочется выбрать оптимальные варианты, как их выбирать, районы города, объемы этих квартир, ремонт, инфраструктуру, как учитывать. Ваши специалисты помогают в этом? Однозначно, да. То есть и более того, у нас существуют рядовые вопросы, то есть рядовые вопросы, на которые мы обязаны ответить, на какой период семья покупает, впоследствии будут рожать детей. Какое количество? Даже это мы спрашиваем и учитываем. При выборе жилья мы думаем за клиента на пять лет вперед. Вы практически планируете развитие семьи, не только их финансов. То есть фактически развитие семьи. И даже на рождаемость таким образом влияет. Мы говорим с Еленой Князевой, руководителем компании «Горизонт профи» Воровского. 37. Третий этаж. Это здание, где находится офис Сбербанка. Там на третьем этаже большой офис. Специалисты, которых возглавляет Елена. гости нашей сегодняшней программы «Крупный план». Я могу только пожелать вам клиентов. Очень хотелось на самом деле про клиентов поговорить. Бывают же такие капризные клиенты или уставшие, которые уже много чего прошли и уже ни во что не верят. Но мы просто не влезаем в рамки нашей сегодняшней программы. Больше уже ни с чем. Надо завершать. Но я надеюсь, что мы с вами еще будем встречаться в эфире, потому что такие тонкости, которые вы раскрываете, мне кажется, только из рук в руки можно передавать. Потому что требуются годы, чтобы освоить всю вот эту науку и держать постоянно руку на пульсе. Действительно так. Могу только сказать, что компания «Горизонт профи» является официальным представителем ряда строительных компаний в нашем регионе и работает с крупнейшими банками, в том числе вы являетесь партнером Сбербанка. А это о многом говорит. Спасибо, Елена Князева, руководитель компании «Горизонт профи». Это была программа «Крупный план». У микрофона работала Светлана Занько. Всем качественной, грамотной поддержки в ипотеке. Спасибо. Крупный план